И еще один такой вопрос. Если люди будут там спрашивать, допустим, как можно узнать, что там не стоять и с ними не влягать, или, к примеру, там нет ответов, их можно ориентировать на субботу, на служение, или же только на них? Ну там листовка там вся. Там листовки. Там листовки. Там листовки, там, да. Хорошо. Можно даже заснять этот момент. Это исторический момент, друзья. Да. И очень важный момент. И вы знаете, братья, сестры, Аполлова, на самом деле тема очень важная, потому что я сегодня чуть-чуть свидетельствовал немного о себе, но, в общем-то, основная вот такая победа в моей жизни прошла, вот, что касается вот этих религиозных духов заблуждений в 96-м году. Через познание Слово Божьего, через, вот, пересмотр, через Библию, пересмотр доктрин, пересмотр истории христианства. Я понимаю, что очень многие люди, как бы, верующие, находятся в ловушке, ищущие Бога люди, находятся в духовной ловушке. Потому что люди, молящиеся к Богородице, допустим, да, к святым, они не понимают, что находятся в общении с бесами, по сути, ну, да, юридически, по крайней мере. Бог может, конечно, человеку, все равно прийти к человеку, даже наперекор всему, даже если он находится в крайнем обольщении, там, и молится, там, вообще, не пойми кому даже. Вот, но Бог может все равно прийти в его жизнь, но это будет не благодаря, а вопреки всему, просто-напросто, просто по благодати. Как, допустим, в Пятихатском районе, здесь, вот, Днепропетровщина, был случай, когда во время спиритического сеанса девушка, она покаялась, ну, толчок был для покаяния. Покаяния, один из бесов, значит, прокричал, что, как бы, ну, не помню до слова, но типа того, что что-то нас спрашиваешь, и есть вот тот, кто, как бы, выше, ищи его, как бы. Она куда? В церковь пошла, стала искать, интересоваться, Библию стала читать, вот, как бы, толчок был даже об этом. Понимаете ли, значит, ну, по-любому, значит, есть определенное духовное сражение, духовная битва, и люди многие, вот, что касается мертвых ритуалов, на кладбище, допустим, продукты питания ложат, да, застилают гробки, значит, там, значит, да, кажется, безобидная вещь, но это трапеза бесовская. То есть человек, он, как будто гостяк у дьявола был, гостяк у бесов, кушал вместе с ними, пил вместе с ними, то есть, а от этого ничего доброго не может быть в жизни человека. Это проклятие, которое человека держит в узде определенной. И поэтому, даже бывает, человеку говоришь, Евангелие Христово, а он, как бы, как будто в танке, закрыт просто. Вот эта броня, вот эта бесовская, которая не дает проникнуть в благое вести внутрь человека. Очень серьезная вещь. Молитва за упокой, которая очень популярна, тоже и люди живут, а это тоже конкретно бесовские учения. Почитание мощей, почитание икон, крестов. Вот даже ношение креста, это тоже может быть оккультной вещью, кстати. Это не такая безобидная вещь, как кажется. Я ношу это как мой религиозный бейджик, это как вот знак моего служения, но не больше. Если я, не дай Бог, буду думать, что этот крест меня спасает, защищает, благоставляет, то все, это попался. Это уже, как у сапера, может, не тут проводок, знаете ли, вот и все. Здесь духовный мир очень опасен в этом отношении. Поэтому эти вещи пограничны, ношение даже креста. Я у себя в церкви всегда говорю, что я не рекомендую людям носить крест. Потому что это очень часто провоцирует на практике. Как ни странно, вроде люди носят для защиты от бесов, а попадают как раз именно в общение с бесами, конкретно. И потом у нас некоторые женщины делали, как они снимали крестики эти. Я говорю, давайте вот 2-3 дня не носите крестиков, а потом мы с вами побеседуем. И потом признавались, что у них были как раз зависимости. А потому что эти 2-3 дня, говорю, на работу выхожу, как будто ничего не хватает. Как бы ожидание уже страха какой-то, ожидание какой-то неприятности, гадости какой-то в этом дне. Понимаете ли? То есть, оказывается, даже они сами не понимают его, находились в зависимости от этих вещей. Вот. Наше общение не с бесами должно быть, а общение с Духом Сухим. Наше общение. Трапеза Господня, а не трапеза бесовская. И сейчас это очень важное действие, на самом деле. Очень важное действие, когда мы в молитве это говорим. Я это говорю часто, и особенно, когда выезжаю в новый какой-то регион, где не был или давно не был, я молюсь тоже в такой молитве. И сейчас тоже молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Кстати, Бешем и Ишуа, как вот мы молимся по-еврейски, во имя Иисуса, да. Бешем означает, опять-таки, не просто с именем на устах Иисуса, да, а в имени буквально. В имени. А Он в нас, а мы в Нем. Потому что, даже если мы не произнесем во имя Иисуса, но если будем молиться в Иисусе, да, и Он в нас, тогда Бог слышит, и небо открыто. Но если даже мы сто раз назовем во имя Иисуса, но если не в Иисусе, то небо будет просто закрыто. И ничего не изменится абсолютно. Как помните, сыновья Скифы, первосвященника, тоже пытались с именем Иисуса, которого Павел проповедует. Понимаете, вот Павел знает, вот как бы и вы теперь будьте добры, значит, тоже повинуйтесь. Там бесы в шоке были, значит, Иисуса знаем, Павел известен, а вы кто? И вы туда же. Значит, и, значит, там был позор такой. Вот для них. Но и урок для церкви был, покаяние для церкви было. Отец, и я благодарю тебя за эту тему, сейчас подятую в этом собрании. Перед евангелизацией очень важное, только я попрошу, да, 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 надо отойти чуть-чуть, а почему? Потому что, чтобы люди тоже слышали эту молитву и разумели, потому что многим, я думаю, следует помолиться такой молитвой. Очень-очень многим следует помолиться такой молитвой. Да, если можно, добро, извините, да. А для записи, почему? Потому что многие христиане недопонимают этих вещей. Я молюсь сейчас не только за эту ситуацию сейчас здесь в Чаплина, и за евангелизацию предстоящую, но и за те, кто молится сейчас, и желает помолиться сейчас, смотря эту программу. Во имя Иисуса Христа, Отец, Бог наш и Царь, благодарю Тебя за милость Твою, за спасение Твое во Христе Иисусе, и во имя Иисуса Христа молюсь. Во имя Иисуса Христа молюсь о том, чтобы прямо сейчас эти твердыни вражеские пали. Во имя Иисуса Христа я иду против сил тьмы, кровью Агнца Божьего Иисуса Христа иду против сил тьмы. Которые контролируют эту территорию. Во имя Иисуса Христа разрушаю оковы сатаны, именем Иисуса Христа и кровью Иисуса Христа Агнца Божьего. Разрушаю эти твердыни вражеские. Те, что стоят и контролируют души людские через икону почитания, через общение на кладбище, через трапезу бесовскую. Во имя Иисуса Христа. И эти души, которые сейчас контролируются бесами, прямо сейчас высвобождаются именем Иисуса Христа для спасения, для жизни вечной. Во имя Иисуса Христа. Связываю дьявола во имя Господня. Во имя Иисуса Христа. И запрещаю тебе сейчас касаться этих людей. И это время, которое, вот, время и сейчас подготовки, и самой евангелизации, это время благодати Духа Святого для спасения людей. Все провоцирующие духи для столкновения, для конфронтации, религиозной, политической, разной. Боже, во имя Иисуса Христа запрети, загради уста лживые. Во имя Иисуса Христа. А всякий дух нечистый, мы прямо сейчас, я прямо сейчас во имя Господне связываю, отправляю в ад. Во имя Иисуса Христа. Запрещаю контролировать эти души. Кровь Иисуса Христа призываю, агнца Божьего. Кровь Иисуса Христа, агнца Божьего. На людей, на народ, на чаплина. И спасение во Христе придет к душам людским. Боже наш, а те верующие, что уже призвали Твое имя, но которые находятся в зависимости от этих религиозных сетях. Прямо сейчас, Боже, как сказано в псалмах, сеть расторгнута, и мы избавились. Пусть будет расторгнута сеть эта, и пусть будут избавлены души людские, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть придет понимание, Боже, к тем, кто носит крестики на себе, Боже, и уповает на внешние ритуалы. Пусть придет понимание, что никто на нас, а тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Во имя Христа Иисуса убеди людей, Господь. Слава Тебе, Царь наш, Боже, помажь Слово, Господь Божий, и под Твой контроль отдаем, Господь, эту евангелизацию. Это служение на улице, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. И молюсь за тех, кто будет смотреть эту видеопрограмму, особенно за тех христиан, что до сего дня, может быть, до сего часа прям непосредственно молились и к Богородице, и к другим умершим святым, и к ангелам, полагая, что они спасают, помогают, защищают. Боже, прости, Господь, и помилуй эти души, и Господь, да, возряд на того, кого пронзили грехами своими, на Иисуса Христа, праведника, который стал жертвою за всех нас и спасением нашим. Слава Тебе, Боже наш всемогущий, пусть придет спасение и исцеление освобождения во имя Христа Иисуса. И, Боже, и прямо сейчас молю об исцелении людей, Господь, которые будут приходить, и по милости Твоей, Боже, в этом городе, и любящих Тебя, и нелюбящих Тебя, Ты посылаешь дождь на всех, и солнцу поголеваешь сегодня всем светить, и добрым, и злым. Господь могущий, исцели народ, Боже, исцели людей, пусть люди, Господь, даже у себя в домах, Боже, обнаруживают исцеление своих болезней, и пусть воздадут Тебе славу и хвалу, Господь, Твоему Святому имени, во имя Иисуса. А особенно на той евангелизации, на улице, пусть Господь чудесами и знамениями сопровождается проповедь Твоего Слова. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Ну а сейчас минут 5-10 мы можем пофотографировать. Да, давайте сделаем вместе здесь. Общее полное. Общее. Да.